Приветствую вас! Я думаю, что есть несколько моментов, на которые нужно обратить ваше внимание. Первый момент заключается в том, что вы, как я думаю, уже всё решили для себя. Я думаю, что вне зависимости от того, кто что вам скажет, вы поступите так, как считаете нужно. С одной стороны... С другой стороны, есть не очень хорошая история о том, что вам жалко своего мужа. Именно жаль. Всё как бы говорит о том, что ваше отношение к своему мужу не совсем не сказать, что вы прям уж такое уважительное. В противном случае вы бы понимали, что поскольку вы влюбились в другого человека и хотите быть с ним, то вашему мужу, а также ребёнку будет только хуже, пока вы вместе. По крайней мере, пока вы вместе не пытаетесь что-либо изменить, не пытаетесь что-либо поменять. Это очень важный момент. Следующий... Следующий момент. Следующий момент. Очень важно, наверное, побыть одной, разобраться в себе и увидеть, что же вы чувствуете к человеку. Не просто ли это тот, кто, по вашему мнению, даст вам то, чего не давал муж? Необходимо разобраться, насколько вы самобычно, аутентично воспринимаете человека, которого любите. С одной стороны. С другой стороны, если вы влюбились, значит, к мужу чувствовался жене, а значит, не имея чувств, вы продолжали с ним жить. У этого тоже есть непосредственно ваша субъективная сторона. И с ней, с этой интенцией обесценивания, тоже необходимо работать. Наконец, как сказать мужу, да, в принципе, здесь нет, что называется, правильных решений, потому что любое решение будет, наверное, неправильным. В силу того, что, извините, это не самая приятная вещь. Вот. Но то, что вы в тупике, это свидетельствует об определенном вашем жизненном сценарии. И я рекомендую вам изучить психологическую игру в интернете. Дальше. Вы не можете, ну, я так понимаю, вы не можете сказать своему мужу о том, что любите другого человека. У меня к вам, пожалуй, первый вопрос такой. Почему вы стыдитесь своих чувств? Вы считаете свои чувства неправильными или или что? Почему вы не можете сказать человеку о том, что чувствуется? любите другого? это же правда по большому счету. То есть, здесь еще есть в некоторой степени в некоторой степени ваше собственное собственное отношение к своим эмоциям, своим чувствам, своим переживаниям. и в общем в общем в общем да на мой взгляд это тоже нужно разобрать, потому что здесь по моему мнению по моему мнению здесь есть ну достаточно большая проблема с самооценкой вашей вот есть проблема со силом есть проблема с чувством вины как я думал по крайней мере я думаю что есть такая проблема проблема с чувствами вины и с соседом а возможно именно это стало одной из причин по которым вы не смогли построить с мужем с ну с таких полноценных отношений возможно это стало причиной возможно конечно что и что то другое но я думаю я думаю что скорее всего именно 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 это стало причиной вот конечно я могу ошибаться безусловно я могу быть не прав вот в этой ситуации но на мой взгляд но на мой взгляд история выглядит таким образом так как я ну как я сказал вот и все соответственно соответственно так что сначала я рекомендовал бы вам разобраться в своих чувствах в начале я рекомендовал бы вам понять что вы хотите вот а мне дальше действовать соответственно если с тем, что вам важно, что вам ценно и т.д. И вашим близким в любом случае будет лучше, если вы определите сами, если вы скажете, условно говоря, как есть, что происходит. Потому что молчанием вы ничего хорошего не добьетесь. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю, всего самого доброго и удач. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok